Здравствуйте всем. Хотела сделать свой видеоотчет о том, что произошло нового у моих девочек. Хочу сказать, что у них улучшилось пищеварение, они стали меньше реагировать на звуки, меньше затыкать ушки, реагировать на какой-то шум. Вероника даже однажды попросила наушники, чтобы мы ее одели, и в общем музыка была новой совершенно для нее. И она танцевала, то есть она не кричала, не испугалась, не возмущалась, она даже танцевала. Вика у нас однажды отрезала колбасу сама себе. Я ее не просила, не показывала, просто все лежало на столе, она пошла сама себе спокойно отрезала, и не поранилась, ничего на себе не сделала. В общем, мы так сильно удивились, как-то она сама, в общем, стала больше она сама себя обслуживать, то есть пытается отрезать хлеб. Я, конечно, помогаю, контролирую, но все же раньше она не проявляла таких желаний. Потом, что еще хочу сказать. Они стали хорошо кататься на самокатах, если раньше они постоянно просили или останавливались, чтобы мы их подтолкнули. Сейчас они очень быстро катаются и замечательно себя чувствуют на них. Стали лучше понимать ситуацию, стали стоять в очереди лучше. То есть, если раньше мы убрали Веронику только в магазин, а сейчас мы берем и Вику, потому что она стала уметь стоять в очереди. Раньше она постоянно кричала, что надо пойти нам первыми, что надо распаковать именно сейчас. А сейчас с ней, то есть можно договориться с ребенком. Также я стала замечать изменения в себе, именно в себе. Я стала более спокойна, я стала более спокойна относиться именно к ситуациям, когда с ребенком что-то не то происходит, когда он что-то недопонимает, истерит или плохо засыпает. Я проще к этому отношусь. Я пытаюсь понять его. Я пытаюсь, даже не пытаюсь себя в руках держать, это само по себе так происходит. Просто я спокойна. Также хочу сказать, что пролистав все старые записи, я понимаю, что 3-4 месяца дети были совершенно другие. То есть, мы, мамы, привыкли наблюдать за детьми каждый день. Мы думаем, что все плохо, дети тяжелые, мало чего меняется. Но пролистав старые записи, ты понимаешь, сравнив именно, когда сравнив, ты понимаешь, что это совсем другие дети. Так что, мамы, папы, сохранять обязательно старые записи, какие-то видео, чтобы потом сравнивать. Вот, например, я сравнила, и я понимаю, что как бы дети, результаты совсем, скажем, впечатляющие, так скажем. Хотя, конечно, есть еще над чем работать, много чего исправлять, но все же я довольна результатом и благодарна Давиду. Всем спасибо. Спасибо.